Грамотно составить ходатайство или жалобу, наметить план действий в судебных тяжбах для рядового гражданина без специального образования задачи не из легких. Этим активно пользуются мошенники. Лжеюристы настойчиво предлагают людям свои услуги и изначально обещают бесплатно и быстро решить проблемы. На деле навязывают платные услуги и результата не обещают. Причем схему, чтобы человек попался на удочку, используются самые разные. Прием ведет обычный рядовой специалист-юрист, который внимательно выслушивает гражданина, изучает его документы и задает определенные вопросы гражданину. После этого он приходит к выводу, что да, у вас очень сложная ситуация и здесь необходима помощь уже более такого квалифицированного специалиста. И приглашают этого якобы квалифицированного специалиста, который также слушает гражданина, задает вопросы. И гражданину также приходит к выводу, что у вас ситуация очень сложная, но при этом у нас уже есть положительные решения в этой области. И если вы согласитесь, то тогда мы можем вам помочь. На фоне участившихся обманов Министерство социальной защиты региона напоминает, реальную юридическую помощь сегодня безвозмездно готово оказать государство. Для этого можно обратиться в один из 68 филиалов МФЦ «Края» лично, либо проконсультироваться по видеосвязи и телефону. Во-первых, можно получить письменную, либо устную консультацию, любым доступным для вас способом. Потом может быть подготовлен правовой документ, допустим, исковое заявление в суд, если вы пойдете. Также по вашему желанию, возможно, представительство в суде, оно тоже бесплатно. Ежегодно с такими просьбами обращаются порядка 500 человек, причем спектр вопросов достаточно разнообразный. Вопрос по алиментам. Я знаю теперь порядок действия, то есть как обращаться, сформировался определенный план, рассказали разные варианты, как можно взыскать алименты. Однако стоит пояснить, что рассчитывать на бесплатную юридическую помощь стоит лишь определенным категориям граждан. В этот перечень входят малоимущие граждане, инвалиды первой и второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, сироты, многодетные семьи и другие. Для остальных юристы дело платное. И тут важно не нарваться на псевдокомпании, где могут опустошить карман, так и не оказав помощи человеку, который и без того находится в трудной жизненной ситуации. Эксперты советуют, проверьте фирму на наличие лицензии, изучите отзывы о ней в соцсетях и прежде чем подписывать договор, внимательно прочтите все его пункты. Самая каверзная кроется под мелким шрифтом. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.